И тут выпадает снег. Мы вот такие. Катастрофа! Вот такого. А вы, мы, будем их кормить. Тупые коммунальщики. Страха. Привет. В последнее десятилетие, а то и два, снег или мороз в Москве подается как вселенская катастрофа. И никогда ранее невиданное событие. Я говорю про Москву, потому что я здесь живу, но я полагаю, что примерно то же самое происходит во всех регионах. Представляете себе эту невиданную невидаль? Снег зимой в Москве. Представляете? Невероятно. МЧС бомбит смс-ками, которые давно никто не читает. Новости забиты апокалиптическими предсказаниями. 20 сантиметров снега, 30 сантиметров снега. Температура упадет до минус 10 градусов, до минус 15, а то и, страшно сказать, до минус 20. Ай-яй-яй. Действительно, как же это? Что же такое? Откуда же взялось это неведомое явление? Я не про снег или мороз, конечно, а про массовое удивление, что снег идет. Когда-то давно, когда деревья были зеленее, а в России правил настоящий император, пусть это будет Николай Первый, стала наступать цензура. Не то, чтобы ее до этого не было. Цензура в России кажется это постоянная переменная. Хорошо сказал. И всякого рода писаки, вроде меня. Когда им страшно писать про что-то действительно важное и актуальное, поджав хвосты, начинают писать то, о чем можно. К сожалению, жизнь всегда поворачивается так, что если ты эту кнопочку нажал, кнопочку страха, то отпустить ее будет непросто. Конечно, я сужу по себе. Так ла. Есть немного. И вот, держа эту кнопку и испытывая непреодолимое, нечеловеческое желание писать, ты все время задаешься вопросом. А про это можно? А про это? Итогом этих душевных и творческих метаний становится жуткий дефицит тем. Ну ты же не знаешь, откуда прилетит. Не знаешь. Поэтому пишешь, или говоришь, или снимаешь, о чем-то очень безобидно. Но драматургии при таком подходе не хватает катастрофически. Любой драматург, режиссер, корреспондент понимает, что из посадки цветов, если не говорить об украденных миллиардах, или из спасения котенка, много не вытащишь. Не хватает масштаба. Ну такого знаете, вселенского. Вот такого. Это отсылка к ролику про романа Поланский, который вы почему-то не посмотрели. Вот ссылка, она же будет в описании. И тут выпадает снег. Убрать его, естественно, не успевают. Ну тупые коммунальщики, но о них чуть позже. И тут настаёт звёздный час смелого журналиста. Тут уж он разворачивается вовсю. Капля драматургии превращается в океан. Душа его разбухает от возмущения. Снег нарушил жизнь города. Кричит он из своего, вообще-то моего, телевизора. Катастрофа! Вопиёт его перо с полос центральных газет. Да коли? Вопрошает он в качестве аналитика в аналитической программе. К сожалению, все мы массово поддерживаем этот искусственный ажиотаж. Непонятно, правда, для чего и что нас в этом, в общем-то, смущает. Ну не снег же с морозом, верно? Конечно, достаётся и коммунальщикам. Вообще просто так. Давайте теперь про них. Площадь Москвы примерно 1100 квадратных километров без Новой Москвы. Понятно, что площадь, которую должен убрать один дворник, одномоментно убрать невозможно. Уборка снега – процесс бесконечный. Ты убираешь условные 30 квадратов, и когда ты закончил, можно возвращаться на первый квадрат и начинать с изного. Кроме того, надо убирать крыши, расчищать подъезды к дорогам, наверняка постоянно тягают на какие-то нештатные ситуации, которые возникают каждый снегопад. Поэтому все эти ваши тупые шутейки про неожиданный снег – это... Тупые шутейки. Извините, мне не очень с фантазией. Невозможно убрать город сразу. Ну, то есть, возможно. Но тогда нужно содержать полмиллиона одних дворников. Готовы вы к этому? Конечно же, нет. Мы не понимаем, когда будет идти снег, когда нет. При таком подходе полмиллиона человек будет лежать на диванах и ждать. А вы, мы, будем их кормить. Вы что это? И конфеты за меня есть будете? Ага! Есть простое решение. В городе Москве зарегистрировано почти 3 миллиона 200 тысяч автомобилей. Ну, понятно, что не все ездят и прочее. Ну, возьмем какую-то цифру взять. Полмиллиона. Если каждый из полумиллиона автомобилистов уберет вокруг своей машины, потратить на это 20 минут своего драгоценного времени, то город будет чист. Давно вы видели людей с лопатой, которые что-то расчищают? Ищи дурака! Мы же не такие, мы же налоги платим, и пускай вот эти вот убирают, которые на наши деньги жируют. Мы вот такие. И поэтому, конечно, всегда будем пропадать в сугробах. И виноваты в этом не коммунальщики и не мэр Собянин, а мы с вами, дорогие мои москвичи. Телеграм, бусте, подписка, лайк, репост, всех обнял, дам, расцеловал. Пока. А вокруг своей машины убрал? Конечно же, нет. Субтитры сделал DimaTorzok